добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодняшний ролик давайте посвятим ремонтному восстановлению мотоциклетных аккумуляторов что мы имеем имеем вот такую батарейку gm батарея как видим корпус у нас раздутый практически с трех сторон здесь слегка передняя часть явно раздута и боковая раздута так почему я решил эту батарейку вас назад тоже вот видно что она раздутая и видно что батарея было явно перегрета почему я решил эту батарейку восстановить потому что она простояла минимум три месяца и на этой батареи мы видим нормальная будем так говорить напряжение 1241 проблема в чем проблема в отгоревших клеммах вернее полюсных выводах они полностью отгорели их практически нет он там маленькие признаки того что где-то они были припаяны эта батарейка стояла на электростанции переносной стартерная батарейка и мое предположение почему произошел такой конфуз я думаю что произошло где-то замыкание возможно замыкание на шлангах на проводах возможно замыкание замкнул замкнула втягивающая стартера возможно сам стартер замкнул но причин может быть очень много батарея абсолютно обсохла абсолютно сухая эта батарея которая работает под давлением в рва то есть пробки должны быть плотно закрыты и прижаты вот такой крышкой крышка была очень хорошо запаяны и поэтому батарея будем так говорить только поэтому не взорвалась батарея сухая и в момент замыкания произошло мое опять же предположение произошло вздутие батареи так как батарея начал активно греться и отгорели оба полюсных вывода значит что снимать буду подробно ролик по всей видимости получится очень длинный но кому нужны мелочи кому нужны нюансы этой технологии досмотрите ролик до конца смотрите внимательно потому что в своих роликах но это для тех кто впервые попал на мой канал я хочу сказать что в своих роликах я делюсь своим личным опытом но в основе этого опыта конечно знания которые я приобрел в далеком 82 году но дело в том что в то время когда я приобретал эти знания именно аккумуляторщика с тех пор утекло очень много воды и очень много поменялось допустим многие положения многие теоремы и формулы которые были актуальны в то восемь втором году допустим они сейчас утратили свою силу в том плане что поменялись технологии допустим в то время вот таких батарей абсолютно не было gm также не было ни гибридных аккумуляторов ни кальциевых и поэтому исходя из теоретических знаний которые были положены в основу мы плюс мой опыт который я приобрел своей работе поэтому появились некоторые нюансы и кто зашел впервые на мой канал на моем канале вы не ищите каких-то там каких-то там вы и бонов экспериментов всего прочего я буду показывать только свою работу которая приносит наиболее эффективный выход и результат а кому нравятся эксперименты но кстати по поводу экспериментов все эксперименты которые можно было сделать я их проделал и они как говорится за кадром я буду показывать всего лишь то что наиболее эффективно и приносит оптимальный результат недавно один из комментаторов написал что смотреть не интересно потому что все как-то до пошлости обыденно но забанил я его не за то что он так написал но на самом деле я работаю по схеме по системе так как меня учили и так как прописано в мануалах по работе с аккумуляторными батареями а забанил я его за то что он назвал моих клиентов лохами так как я просто проект ну всего слов просто произвожу обычный заряд и люди которые несут мне батареи для того чтобы я их обслужил он их моих клиентов назвал лохами но если двигаться в таком направлении в том плане что с такой идеологии то новых ами можно назвать абсолютно всех клиентов тех кто едет к электрику чтобы отремонтировать генератор старте но ничего сложного нет лично для меня сделать генератор стартер все прочее а те люди которые весу везут эти вещи или везут двигатель на ремонт ничего сложного допустим перебрать двигатель я тоже не вижу но те люди которые привозят двигатель к мотористу или еще к чему кому кому-либо тоже ваха тоже вовсе легкие как как их называть но это очень грубо ну поэтому я своих клиентов к своим клиентам отношусь очень уважительно с почтением и стараюсь ну оказать посильную помощь так но я немножко отвлекся давайте приступим непосредственно к этой батарейки то что ее раздувает еще не говорит о том что она окончательно вышла из строя повторюсь минимально она простояла три месяца и батарея показывает 12 почти 12 половиной вольт для ajm батареи это прекрасный результат видим небольшую просадочку но дальнейшее использование вот этих батарей она как бы в данном случае эту батарейку как видим ее просто напросто списали и взял у частного передпринимателя который занимается газофикации и он ее хотел выкинуть давайте попробуем ее восстановить и ввести в дальнейшую эксплуатацию начнем с клемм так клеммы будем делать с трубок вот с таких медных трубок одну я уже отрезал обрезал прежде чем начинает делать клемму трубку нужно необходимо хорошенько отжечь чтобы ее прослабить чтобы она стала мягкой сейчас камеру перемещу на голову на лоб наверх чтобы освободить руки и покажу все буду снимать подробно с нюансами только потому что еще раз повторюсь я хочу поделиться с вами опытом и нюансами этой работы потому что многие нюансы о которых я говорю остается за кадром остается недоговоренность недосказанность и люди ломают голову набивают опять руку делают ошибки чтобы этих ошибок лучше учиться на чужих ошибках вернее поэтому ролик будет подробный если у кого есть желание запаситесь терпением и досмотрите этот ролик до конца так перекидываю камеру на свою на свою голову хотел более подробно сделать уточнение и так камера на моей голове значит обрезать можно болгаркой ножовкой чем угодно я пользуюсь вот таким труборезом дело в том что я не вижу что там у меня снимается поэтому возможно какие-то моменты и уйдут из кадра из кадра поэтому не судите строго все мечтаю приобрести экшен камеру чтобы снимала съемка была получше вот значит две вот такие заготовочки это будут клеммы так но одна получилась чуть больше другая чуть меньше значит что мы делаем дальше дальше мы зажимаем в тиски и нам надо ее сдавить пальцы бы не сдавить ее перми театр так как мы ее прослабили горелочки нагревать нужно до красна чтобы иметь прослабить она становится мягкая пластичная и теперь мы его вот как пластилина на сдавливается отлично не ломается таблить тиски надо поджать вот так вот практически отлично так одна заготовочка у нас так давайте вот здесь чуть-чуть подожмем и так и делаем вторую заготовочку так же самое желаем вот так в принципе да теперь нам необходимо зачистить вот таким образом защищаем блять тяжелая маленькая но тяжелая так пожалуй одеть надо перчаточку кстати в перчатках работать на наждаках и сюрельных станках нельзя это грубое нарушение техники безопасности так как у нас очень тяжелые получаются клинки иногда можно нарушить эти самые правила техники безопасности так теперь с одной стороны мы делаем красивый заход 2 вторую сторону оставляем такой же ну убираем слегка уголочки вот так вот делаем посимпатичнее можем пусть остывает это вот таким образом блять какая же она тяжелая тоже сюда же теперь керним клеммочку керним как можно ближе к краям одно кернение второе кернение то же самое делаем здесь одно кернение и второе кернение так что мы забыли сделать мы забыли включить паяльник чтобы нам не откладывать долгий ящик включаем так зачистку ух ты блять так рвется в бой что сама включилась да включаем паяльник пусть паяльник греется пока мы будем так здесь мы не теперь нам нужно нужно это дело про сверлить так так и и и и и и сверло используя на 6 мм и сверло надо было подточить и и и Не хочет. Так, ну пока остановлю запись. Со второй мы сделаем то же самое. Просверлил обе. Теперь зажимаем примерно посередине и загибаем этот полюсной вывод. Вот таким образом под углом 90 градусов. Так, да, вот так вот примерно получилось. Здесь где-то сантиметр-полтора нужно. Эта часть у нас будет опаиваться. То же самое делаем и здесь. Зажали. Загнули. И получаем два полюсных вывода, которые мы сейчас будем как раз крепить на... Этот, так сказать, аккумулятор. Так, нам понадобится вот такая зубочистка. С такой вот щёточкой. И будем зачищать контакты. Освобождать площадку. Это сделать не так и просто, но мы будем настойчиво это пытаться сделать. Так, площадочку мы очистили одну. И теперь займёмся второй. Так, теперь паяльник у нас нагрелся. Нагрелся, хорошо нагрелся. Так, паяльник 80-ваттный. Можно и 60-ваттный использовать для данной процедуры. Так, вот припой я использую толстые прутки переплавляющие. И делаю вот такие. Заливаю в уголок и делаю очень тонкие, чтобы было удобней и легче паять. Так, обильно, обильно смачиваем углом и делаем. И нам нужно напаять площадочку. Даем остывать. И увеличиваем площадочку под полюсной вывод. Одна готова. Опять канифоль. Пользуемся канифолью пока обильно. И вот таким макаром припаяли. Далее остыть. И наращиваем площадочку. Наращиваем. Наращиваем. Даем остыть. И здесь чуть-чуть еще наращиваем. Так, сейчас остановлю немножко запись. Потому что забыл принести кислоту. Так, ну вот принес кислоту. Кислоту, кстати, делаю тоже сам. Из соляной кислоты. Соляную кислоту делаю тоже сам. Соляную кислоту потравливаю цинком. И получается неплохая паяльная кислота. Значит, обрабатываем наши полюсные вывода. Один. Вот эту часть, которую мы будем впаивать. Внедрять, так сказать, в аккумулятор. Также обработали. И теперь нам необходимо полюсные вывода тщательно облудить. С обоих сторон. Опять пользуемся канифолью. Канифолью не жалеем. И облуживаем. Вот таким макаром. Надеюсь, видно. Так, одна. И один, вернее, полюсной вывод. И второй. Прогреваем. Вот так вот. Если получится небольшая горочка, ничего страшного. Это даже лучше. И теперь нам нужно облудить вторую сторону. Блядь, они тоже горячие. Сука. Эй, перный театр. Все делаю в онлайн-режиме. Блядь. Вот так вот. И нам нужно облудить. Облудили. Так, это уже остыл. А, блядь, как тяжело. Так. Облуживаем. Облудили. Так. Облуживаем. Облудили. Так. Вот капельку возьмем. Припоя. Припой, кстати, по 60. Ох ты, блядь. Немножко не угадал. Так. Пока на паузу. Итак, ставим полюсной вывод. Вот таким образом кидаем кусочек припоя сверху. Канифоль. И впаиваем. Впаиваем. Включаем охладитель встроенный. И вот получился такой полюсной вывод. Вот. Это плюсовой. Так. Нам надо кусочек. Кусочек припоя. Капельку. А вот это вот пойдет. Так. Берем второй. Так же самое. Блин, еще до сих пор тяжелой. Так. Ложим сверху припойщик. Ганифоль. Впаиваем. второй. Ой, блядь. Включаем охладитель. На полную мощность охладили. Так. Ну что. Полюсная вывода у нас практически на месте. Так. Давайте. Почистим. Зачистим. Все. Практически готово. Теперь можно воспользоваться эпоксидной смолой. залить вот эти вот места соединений чтобы у нас не все было герметично и чтобы пары не выходили можно засохнуть засохнуть блять мозги бы засохли так можно залить двухкомпонентным быстродействующим пластификатом но я воспользуюсь обычным термо клеем сейчас включу забыл включить термопистолет подождем пока он нагреется и продолжим нашу запись пока греется наш термопистолет давайте снимем показатели с этой батарейки и запишем их на наш бейджик и так так вспышку можно пока отключить не сурона gm плоского типа и ориентировочно эта батарейка пусковой ток в районе 100 ампер поэтому убираем на минимум и снимаем показатели и что мы видим так по суху 25 по заряду 55 давайте будем записывать сразу эти показатели и этот бейджик наклеим на батарейку чтобы у нас было все по чесноку так стою первых 25 якобы 55 пусковой ток у нас 50 ампер напряжение 1233 1233 и сопротивление 45 45 45 можно кстати запятую поставить так убираем и давайте будем заправлять вот это вот наше хозяйство так проплавляем и полностью заправляем наш полюсной вывод термо клеем так то же самое с этой стороны вот таким образом чуть 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 вот так вот вот так вот теперь так как у нас маты сухие смачиваем их водой как это все делать есть у меня в других роликах поэтому время тратить лишнее не будем сейчас я залью эту батарейку смачу матой и оставляем эту батарею в отстой ровно на сутки продолжу работу с этой батареи уже завтра друзья батарейка отстоялась сутки давайте прежде чем начать зарядные манипуляции с батареи давайте сделаем замер что поменялось после заливки воды залил по 15 миллилитров воды батарейка была подсушеная и теперь давайте 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 не давайте так а джем полского типа 100 ампер условно ставим и делаем замер так но после заливки и отстоя у нас показатели практически не поменялись было 25 сейчас 27 и было 50 сейчас ампер пусковой ток сейчас 52 но напряжение у нас просила было 1233 вчера сегодня 1222 и сопротивление а сопротивление у нас упала 44 34 вчера было 45 45 но это уже неплохо все таки заливка кое-какой эффект нам положительный давал так заряжать буду обычно я с такими батареями работаю на вот таком интеллектуальном устройстве которое легко расправляется с этими батареями но в чем недостаток этого устройства потому что она работает по напряжению то есть в начале вытаскивает напряжение максимальное там допустим 14 8 вольт и потом ток потихонечку снижает мы же будем работать по току я мог бы в принципе поставить на это зарядное и зарядить показать результат но так как таких зарядных устройств очень мало на руках в основном вот подобного типа устройства поэтому будем заряжать ну вот на 37 вымпели также тех у кого имеются хочу предупредить тех у кого имеется блять техническую волю придется самому пыль вытирать забухало блять тех у кого кто имеет вот такие зарядные устройства также хоть здесь и есть а джем вот такие мелкие батарейки подобного типа я не рекомендую обслуживать на вот таких устройствах так как она также работает по напряжению и первоначально вот максимально здесь допустим 8 ампер она может влупить все эти 8 ампер в эту малышку и естественно батарея будет сдуваться если есть такое устройство но это подзарядные устройства предзарядные подзарядные но ни в коем случае основной заряд они не проводят эти батареи если есть такое устройство и если хотите обслужить вот такую такие батарейки ну ставьте хотя бы на мотоцикл на мотоциклетную батарею это здесь минимальный зарядный ток полтора ампера что тоже очень много для батарей такого типа сейчас я закинул эту батарейку зарядный бокс и мы продолжим нашу кино и папе батарейка в зарядном боксе накинул крокодильчики еще такой момент значит хоть эта батарея в рв батарея которая работает под в переводе на советский русский язык батарея которая работает под давлением но бэушные батареи которые были в употреблении в эксплуатации желательно заряжать все-таки без крышки пусть что дабы не раздувать батарея были такие моменты что одна баночка не работала не корректно и поэтому батарея раздувалась что может привести печальным последствиям даже взрыву так плавно перемещаемся к зарядному устройству вставим 14 8 вольт и минимальный ток заряда здесь 0 6 ампера и включаем зарядную так заряд пошел так это у нас батарея 9 ампер на 9 ампер и емкость будем заряжать на минималках 0 6 ампер так время у нас 1049 как говорится погнали наши городских и посмотрим как эта батарейка будет брать заряд а пока отключаемся час 23 проработали с этой батарейкой порядка одного ампера батарею вошло зарядная саму почему такое бывает кстати вот с этими выпивами что она минимальный ток подняла до 0 7 так как мы видим уже 13 2 вольта то можно увеличить зарядный ток до 0 9 ампер вот на 9 ампер и продолжаем работу с этой батарейкой и так друзья проработали с батареей 6 часов 35 минут и вымпел нам утверждает что он залил в эту батарейку 489 ампер утверждает прям типа бля буду но мы ему конечно до конца верить не будем грубо говоря где-то в батарейку вошел наверное три с половиной в районе 4 ампер остальное было потрачено на прогрев на ну на всякую херню короче и сейчас мы сделаем некорректный замер отключаем зарядное устройство и делаем нет корректный замер чик этой батареи так оба на оба на так подключаем итак подключили тестер так джим 100 ампер так ну как видим результат конечно не впечатляет не впечатляет 71 ампер батарейка выдает пускового току сопротивление очень большое 3246 это по моему батарейка должна лежать в районе 25 по моему 2527 по мануалам сейчас не могу вспомнить но сопротивление довольно таки еще большое батарейка полностью заряжена что хочу сказать в принципе для скутера для скутера десятку бов восьмидесятки эта батарейка еще пойдет в работу она еще отработает что-либо еще делать я с этой батареи не буду единственное что я сейчас поставлю на интеллектуальное зарядное устройство и чтобы она постояла на буферном заряде возможно она еще улучшить свои показатели но в принципе ролик был как основное направление на нашего этого ролика было как восстановить вот эти полюсные вода в таких батарейках батарейка я не знаю куда ее девать честно говоря возможно даже сдам или подарил кому-нибудь а может кому-нибудь отдам на какой-либо скутер и остаток лет она проработает сейчас заклею крышку приехал клиент клиент и немного отвлек меня от окончания нашего ролика давайте друзья подведем резюме значит батарейка откровенно слабая единственное что я как я уже говорил я еще поставлю на буферный дозаряд пусть она еще постоит возможно кому-то я ее подарю если кто-то ждал что я буду где-то как-то раскачивать где-то что-то делать нет друзья ничего делать больше с этой батареи не буду нужно просто усвоить одну истину что одно единственное в трех словах о батарейках прежде всего аккумулятор аккумуляторная батарея это химический элемент и для того чтобы эти химические процессы проходили в этой батарее их нужно активировать два основных химических процессов батареи это разряд и заряд при разряде у нас электролит распадается на сурфат свинца и на водичку при заряде водичка вернее сурфат свинца преобразуется в кислоту и смешивается с водички получается электролит это очень кратко и очень так но предельно просто без всяких умников без волосатых рук с ручками и с листком бумаги без всяких форму все что нужно знать о батарее и всяческие вот эти вот нет до этого мы еще дойдем значит кроме этого кроме этого проходит еще масса химических реакций и процессов батареи при которых образуются кроме сурфата свинца много всякой гадости которая отлагается на пластинах и потом висит твердой коркой которую невозможно снять никакими дрочиловыми которые мне постоянно советуют там разряды ктc качели десульфатация какая-то все это ёбань друзья все это порожняки вот наглядный пример с говна конфетку друзья сделать не получится но по крайней мере наша задача хотя бы вытащить с этой батареи все что в ней есть и всяческие там методы дрочилово они просто усугубят ситуацию которая сейчас есть в этой батарее показатели станут гораздо хуже единственное что возможно еще чуть-чуть улучшит параметры этой батареи это буферный до заряд сейчас я ее поставлю но продолжать растягивать этот ролик снимать после этого показатели если есть интерес напишите в комментариях и где-нибудь в каком-нибудь ролике я сниму эти показатели вниз вставлю следующий ролик что с этой батареи произошел после отстоя вернее после буферного до заряда и после отстоя а на этом я думаю ролик будем считать законченным если есть какие-то вопросы пишите постараюсь на все адекватные вопросы ответить и хочу пожелать вам всем добра удачи здоровья мирного неба над головой берегите свои батарейки всем пока г а а а а а